Сегодня в студии Метаметрики довольно необычный для нас гость. Сергей Савельев сегодня у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас приветствую. Российский биолог, специалист по мышлению, специалист по мозгу, по развитию мозга человека. Как это все у нас внутри сопрягается и работает. Я, если позволите, сразу же, сразу же задам вам провокационный немного вопрос. Пожалуйста. Совсем недавно американская медицина заявила о том, что тест когнитивных способностей президента Байдена не требуется. Несмотря на то, что опыт, данный нам в ощущениях, подсказывает, что что-то все-таки с дедушкой не совсем в порядке. Ведет он себя странно, теряется, то видит невидимых друзей, то разговаривает с Миттераном и Колем. Несмотря на то, что я был выбран, я пошел в, что называют, G7-медию, все наши национальные лидеры. Я был в Северной Англии. И я ссал и сказал, что Америка вернула. И Нидеран из Франции посмотрел на меня и сказал, что, как долго ты вернулся? Как специалист по мышлению человека могли бы вы, может быть, не диагноз ему, конечно, поставить, но поразмышлять на тему того, как в сегодняшнем мире странами, такими странами, как США, могут управлять люди с подобными когнитивными способностями? Они ими не управляют. Так. И уже давно. Вы знаете, в Советском Союзе, в котором я прожил почти половину жизни, однажды умер один из крупных политических деятелей. И одна, не самая газетка передовая, которая печаталась в этом здании, немножко пониже классом, но была написана заметочка о том, что чуткий руководитель, ну, там перечислено, всего и вся, сапоги которого попирают из Вселенной, как Мурфин Джусси, умер от полного склероза всех сосудов головного мозга. Возникает вопрос, а как же он последние 10 лет нами рулил? То есть это обычное дело. Дело в том, что просто большинство руководителей в мире – это такие чучела, иногда набитые ватой, иногда ненабитые. Вот Байден такой уже набитый ватой, если под ватой понимать, стимуляторы, на которых он держится. Естественно, он ничего не решает давным-давно. Естественно, он не может принять никакого разумного решения даже в простецком разговоре. Он просто представляет финансово-экономическую группу, связанную с либеральной системой, но это не либеральная система, а просто те, кто зарабатывает на торговле деньгами. Система сыпется, это ясно всем. И каждый день существования самодвижущегося препарата, он позволяет этим людям положить еще пару ярдов себе в карман. Ну, бизнес есть бизнес, и чучело тут тоже годится. В конце концов, наш выдающийся государственный деятель Меньшиков тоже выставлял чучело Петра в окно. Несколько дней, пока прятал деньги. Это нормальное явление. Так, очень хороший, красивый пример. Проблема в том, что это чучело не одно, если мы про американцев даже будем говорить, вокруг него еще набор людей, которые плещут регулярно заявлениями, помните, как по Булгакову, да, потрясающей своей глубиной, шириной и всем остальным. Непонятно, как они вообще в очистке-то могут работать. Ну, я имею в виду, например, пресс-секретарь выходит, начинает говорить о том, что, а я не знаю, мы вот пока не в курсе, что будет дальше, тоже неизвестно. Вот, вообще мы разберемся. Пресс-секретарь – это моя слабость. Я всегда подхожу к телевизору и с наслаждением наблюдаю. Вот что можно сделать просто из абсолютно непригодной для чего человека. Но, к счастью нашему, таких, в общем-то, и в Америке, да и у нас, процентов 90. Это нормально. То есть дело в том, что человеческий мозг так устроит, что у него есть три интересных занятия. Это, что заметно и по мне, и по вам, это еда. Второе – по значимости размножение. И третье – по значимости доминантность. То бишь, по-простому выпендрешь. Вот очень много людей недалеких, глупых, ограниченных, невоспитанных, необразованных, все время пытаются фальсифицировать доминантность. То есть залезть так высоко, чтобы уровень компетентности просто уже был их не виден. Вот это, кстати, хорошо, когда уровень компетентности не виден, да? Да, да. То есть это классика. И вот Жан-Пьер – это как раз классический пример. Всем думали, что ПСАКИ – это вершина интеллекта. Вы знаете в комментариях российского вице-премьера Дмитрия Рогозина насчет санкций в отношении космической программы? Он предложил США доставлять астронавтов на МКС с помощью батута. О, простите, я, видимо, это пропустила. Но очевидно, что американско-российские проекты в космической отрасли взаимосвязаны. И вы в самом деле ждаете, что после санкций россияне продолжат помогать вам с запуском астронавтов? Позвольте, я все же более детально ознакомлюсь. И, похоже, это даст им возможность для прорыва в отрасли? Это очень занимательный комментарий был. Следующий вопрос. Нет, оказывается, интеллект, наоборот, может быть, еще круче. Но я могу еще рекомендовать из США еще пару человек, которые превзойдут Жан-Пьер. Очень способных они давно на госслужбе. К сожалению, у нас люди, которые создают вокруг власти, вокруг в большинстве своем, как бы вам так сказать, не очень умные. То есть нельзя сказать, что мы тоже являемся исключением. У нас же ведь набирают в основном преданных, а требуют с них как с умных. Это очень тяжело идет. Я не говорю, что это плохо. Так во всем мире. Но просто если вы хотите получать результат, то надо набирать умных. С ними плохо, потому что им все время приходят в голову какие-то неправильные мысли. И с ними тяжело работать. А поскольку работать ни с кем не хочется, хочется сразу, чтобы щелк. И как было бы хорошо, если бы у всех, вот я предлагал в свое время, вырастить хвосты. Представляете, сидит Госдума или правительство, и ты что-то говоришь уверенным голосом, что вот надо поступить так. Так а смотришь. Непроизвольная же реакция. Кто виляет, а кто и поджал. Ну, то есть, на самом деле, от этого смешного примера можно перейти к более важным, к моим занятиям, о том, что главное в любом государстве, неважно, какое оно, и как называется, и где находится, это отбор людей. Отбор людей – это главное. Вон, посмотрите, наш пример, к сожалению, несчастный. Там, адмирал Соколов. Надо было уничтожить 20% флота и людей, чтобы его сняли. Это нехорошо. Мне, знаете, воробьев жалко, а уж моряков подготовленных еще больше. Мне не нравится, когда адмиралы и там руководители больших кораблей, капитаны стреляются из-за того, что кто-то не на своем месте. И вот эта проблема – проблем. И подступиться к ней никто не хочет, потому что еще 17, ну, уже больше лет назад, я сделал такую книгу. На самом деле, это была научная разработка, которая называлась «Изменчивость и гениальность». О чем идет речь? Речь идет о том, что индивидуально мозг у каждого человека очень изменчив. И настолько изменчив, что это на самом деле катастрофа. С этим нужно что-то делать. Насколько же? Значит, у нас есть качественные различия, которые в среднем достигают по разным структурам мозга. Три-четыре раза, то есть 300-400 процентов. Но если у вас зрительное поле больше, чем у меня в четыре раза, объяснить мне, чем Мазня Малевича отличается от Ван Гога, мне не получится. Я не пойму просто, субстрат отсутствует. Ну, понимаете, как в автомобиле, ну, у вас одноцилиндровый двигатель, тук-тук, знаете, такую машинку. Ну, что можно сказать глухое о музыке фон Караяна? Да, вот об этом и речь идет. Это обычная вещь, три-пять раз. А есть структура, которая различается в сорок раз. И тут, вы понимаете, танцы совсем другого рода. То есть, когда ты объясняешь, например, человеку о том, что мы сейчас будем соревноваться и прыгать через веревочку, а он сорок раз выше вас, то, в общем, результат известен. И так за что ни возьмись. Вот в мозге около трехсот структур, они так изменчивы. В результате у нас двух одинаковых людей нет. Именно поэтому, если у вас есть дети, вы знаете, какие они гады. Почему? Не потому, что вы плохой отец или у вас плохая жена. Нет. В результате вот этой комбинации обмена генетическим материалом, у них тоже уникальная конструкция мозга, как у вас и у вашей жены. И она быстрее всего будет очень сильно отличаться от вас. И это тоже проблема. Такое количество различающихся параметров не дает в среднем, ну, некоторое такое поле усредненности, давайте так назовем, в целом по обществу? Не дает. Не дает. Потому что дело, на самом деле, еще хуже. Оказывается, у нас есть функциональные подполя в мозге, которые у одного человека есть, а у другого совсем нет. Пример. У Владимира Владимировича Маяковского. Значит, есть очень специфическое поле в Лобной области, 47-й подполе, которого не найдено ни одного человека больше. Ну, из всех исследованных, не так много исследовано. А зато в височной, в нижней височной доле, там два подполя у него отсутствуют. Их нет. Вообще. Физически нет. Нет, а это значит, что это качественные различия, превышающие видовые. То есть между волком и лесой различий может быть меньше, чем между нами с вами. А с другой стороны, если мне, опять же, не изменяет моя память, тоже где-то там зашитая, существуют же примеры, когда люди получали серьезные ранения головного мозга, например, и потом функционал мозга перекрывался каким-то образом. Очевидно, наверное, не полностью, но тем не менее. Да, это известно все. Это многократно проверено. Это как раз говорит о том, что вот эта вот псевдопсихология, которую нас любят про межполушарные различия и прочую всякую ерунду, она достаточно бредовая, поскольку сделана на ограниченном количестве людей. А я неоднократно сталкивался в своей практике, что человек попадает в аварию, начинает смотреть, взят у него, например, лобные области, нету с левой стороны, там, где речевые центры. А он и в школе учился, институт кончил. Это к вопросу. У нас все-таки полушария двое, они дублируют друг друга. Поэтому там не надо рассказывать сказки бредовые совершенно. А на это деньги выделяются. Это целый институт на этом сидят. О том, что надо межполушарные развития у детей усиливать. Это попахивает профанацией. Так вот, что же делать? Вопрос-то всегда у любого государства, у любой системы стоит. Как отобрать умных в том смысле, которые могут решать вот такие конкретные задачи такого сорта, а и другие задачи? Как их подобрать? И вот я уже начал с этого полтора десятка лет. Я предложил создать такую систему, построенную на компьютерном томографе высокого разрешения. То есть, который бы позволил анализировать наш мозг с разрешением в 1-2 микрона. Сейчас это 100-150. Ну, это лучшие образцы. И тогда бы мы позволили бы это все проверять у живых людей. Почему? Потому что это все было сделано на мозге усопших, но таких хороших людей, выдающихся. Ну, например, там тот же Маяковский, Сук, Спиндиаров, Андрей Белый, ну и прочее дальше по списку. То есть, очень многих людей, выдающимися, проверенными способностями. А хотелось бы при жизни. И тогда бы мы получили в руки инструмент, когда, например, для постройки гиперзвуковых ракет нужно было выделить там 10 человек с определенными способностями. И они бы эту проблему решали и так далее, и так далее. То есть, это и оборонная, и социальная система. Потому что разница между гением и простым человеком гигантская. Вы никогда не поймете, что происходит, если вам не объяснят. Потому что слишком многоходовка, возможно, слишком длинная. Но, к сожалению, это не нашло поддержки, поскольку, как сказали очень ответственные руководители, которые заселяли, а что же будет с нашими детьми? А подумав, сказали, и с нами. То есть, уровень своей некомпетентности они осознавали. Конечно, это приговор массе людей, которые там занимаются не своим делом. Это ясно. Но преимущества для страны были бы огромные. Но этого не получилось. Книжка была издана в виде монографии. И большая часть этих книг ушла в цивилизованные страны, как у нас любят говорить. Поэтому там, может быть, и ведутся какие-то работы. Но я об этом не знаю. Я все-таки хочу немножко доразобраться с этой частью, с томографом в том числе. Если мы делаем высокое разрешение, мы видим что? Мы видим, как работают опять те же самые зоны мозга некоторые. Не надо видеть, как что работает. Это бред сивой кобылы. Я поэтому и спрашиваю. Вот эту шапочку, которую надевают у нас целое сообщество прохиндеев, на кожу головы. И говорят, вот мы сейчас измерим мысль, сейчас силой мысли будем двигать мышку. Так где это все? Я знаю, как это все фальсифицируется, как это все устраивается. Нет, не работает, работать не будет. Никаких мыслей, кроме возбуждения, не будет. Там единственное, для чего это можно использовать? Для выявления эпилептогенных очагов в мозге человека после нейрохирургических операций. Это действительно способствует, но больше ни для чего. У нас в университете целая лаборатория этим занимается. А вот точно совершенно все, кто в интернете бывает регулярно, слышали о том, что Маск сделал таки чип, который уже даже человеку внедрили, который будет позволять управлять там конечностями, еще чем-то. Два слова об этом скажу. Маск, известный прохиндей, это австралийский кингун, такой вид, у которого проблемы с его этим самокатами на батарейках, проблемы с спутниками. И вот он каждый раз, как только упирается в финансирование своих проектов, он возвращается к этому. Ну, во-первых, там два известных псевдо-хирурга-специалиста, значит, из клиники Маунт-Синай, которых он подобрал, с очень почему-то русскими фамилиями, которые занимаются этим проектом. Ни один из них, отродясь, ничего в этом не делал. Один удалял там кровоизлияние из мозговых желудочков, другой там следил какие-то низкоточные токи. Вот он их подобрал и дальше начал. То есть это известные в узких кругах прохиндеи. И он их подобрал, и начали это дело. Значит, в чем там что, что он сейчас говорит, будет делать? Во-первых, то, куда он сажает, это моторные области мозга человека или двигательные, или сенсомоторные, то есть чувствительные, которые управляют пяткой. Тут действительно большие перспективы. Только это все липо от начала до конца. Почему? Потому что диаметр его иголочек, которые ничего не повреждают, таков, что будут разорваны любые нейроны, которые будут приходить в контакт. Это раз. Во-вторых, это вызовет, вполне понятно, воспаление и нерегулиальную реакцию по уничтожению убитых нейронов. Ничего он сделать не сможет. Через несколько недель это все будет отторгнуто. Дальше. Зачем вам интеллектуальная информация от пятки? Это для меня загадка полнейшая. А для того, чтобы человек мог управлять, ходить, например, спинальные больные, так надо сшивать разные участки спинного мозга. А там сшивать проблемы, потому что там очень мало нейронов. В спинном мозге 85% нейронов погибает в развитии. А те, которые взрываются, вы должны их, во-первых, продублировать, а во-вторых, добиться того, чтобы это работало. Он такими вещами не занимается. Теперь третье. Еще в прошлом тысячелетии, больше 25 лет назад, в Чехии такие операции широко проводились. По протезированию человеческого слуха. Тогда вводили специальные кохлеарные ядра, сложные операции. Такой же точный чип, более грубый. Выводили провода наружу, здесь встал микрофон. Для человечества это было неплохо, потому что было показано, что можно в рамках этого диапазона частот добиваться некоторых слуховых восстановлений. Теоретически кое-что есть, но это не двигательно-моторные вещи. Он воспользовался этим, нигде не упоминает. Они просто, скажем так, скопировали мягко, скажем. А результаты были не очень хорошие, поэтому он о них ничего не говорит. Это третий. Есть четвертый момент. Дело в том, что в США уже давно, на протяжении нескольких лет, несколько групп аналогичных прохиндеев вводят в мозг людей электроды и лечат от всяких болезней, в том числе прекрасных. Называется депрессия. Вы впали в депрессию? Пару электродов. Понимаете? Ну, то есть это чистая Панама такая. Постройка очередного Панамского канала у них нуждающегося в деньгах Илона Маска. Милый человек, известный авантюрист, начитавшийся газеток «Техника молодежи». Я даже как-то сделал специальный такой репортаж, куда приложил «Технику молодежи», которая, видимо, ему понравилась, и его, собственно говоря, достижения. Ну, вот уровень «Техники молодежи» там 68-го года. Ну, для американцев это прогресс, это хорошо, потому что они и до этого еще не дошли. Раз уж мы, да, пока про всяких околонаучных разговариваем, людей про хиндеев периодически. А что делать? Они выбирают из науки почти все деньги, на науку не остается. Тут периодически слышишь историю о том, что хорошо, внедрить ничего не получится в мозг. Там вот действительно, как вы и сказали, что и отторжение будет, и масштабы немножко там не те. Но мозг может принимать внешнюю информацию за счет излучения какого-то там, неважно какого, но излучения. Поставили излучатель, значит, человека облучили, и, значит, он принял внешнюю информацию прямо мозгом, что характерно. Я бы хотел, чтобы тот, кто это утверждает, сидел около этой штуки. Нет, у нас, к сожалению, таких приемников нет. Мы можем электромагнитные некоторые воспринимать напряженность за счет специальных рецепторов в мозговых оболочках. Это, да, есть. Но они никакого отношения к информации не имеют. И меня больше всего убивают разговоры о какой-то информации. Где вы ее нашли? Если повторять одну и ту же глупость сто тысяч раз, как это происходит в интернете, от этого она не станет новой информацией. То есть в данном случае я не вижу задачи, потому что человек может принимать ограниченное количество решений. Почему? Потому что искусственный интеллект в принципе невозможен вообще, то есть по фундаментальным биологическим законам. И это просто сейчас очередная прекрасная кормушка для нечистоплотных людей. Жадные инженеры, глупые чиновники, агрессивные очень ученые из Академии наук пытаются на этом заработать. И зарабатывают хорошо. Я завидую. Я готов заткнуться за очень небольшую долю. Но пока предложение не поступало, придется меня послушать. Дело в том, что мозг – это не сборник проводников, и никакого отношения к компьютерным чипам с такой разрядностью, как 0 единицы, не имеет. Это просто анекдот. Весь искусственный интеллект сегодня – это просто большой калькулятор, большая вычислительная мощность и адаптированные алгоритмы для решения конкретных задач. Нужная вещь, нужная, хорошая, да, эффективная, да, ракетку проложить по пересеченной местности можно, и маршрутик, да, можно в быстром режиме. Снарядик запустить там программируемый тоже. Но создать что-то более-менее новое невозможно. На мне был поставлен специальный, выдан билет, соответствующий. Действующие меня перестали звать на всякие компьютерные шабаши по одной простой причине, потому что рассказал, в чем отличие. Отличие состоит в том, что вот там провода, вычислительная мощность и прочее. А как человек думает? Вам ни один из этих прохиндеев, которые шапочки одевают, ничего не скажет на эту тему. Потому что у нас фундаментально иной принцип работы мозга. Наш мозг работает по морфогенетическому типу. Ну вот почти. Это метрика. То есть что это такое? Разъясните нам, да. Да, это очень просто. У нас только в головном мозге 150 миллиардов нейронов. Каждый из этих нейронов образует от 100 тысяч связей до миллиона с соседними нейронами. Что это за связи? Это синапс. И сигнал, передающийся от тела нейрона каждому конкретному синапсу, не содержит информации. Она появляется при передаче. И там пузырьки, которые переходят в честь синаптическую щей, содержат около 25 аминокислот в разных пропорциях. То есть, скажем так, медиаторов аминокислот там тоже есть, которые кодируют сигнал. В результате что происходит? У нас передача электрическая. Это инженеры знают. Ура, я рад, что они уже достигли такого уровня интеллекта. А кодируют совершенно по-другому. И самое главное, что это в стабильном состоянии. Вся эта штука работает. Но при этом каждый день у нас разрушается, образуется примерно 3-4 синапса. За счет установления новых связей происходит мышление и долговременное запоминание. Никаких других механизмов нет. Такой механизм создать на компьютерной основе нельзя. Потому что если вы будете пытаться это запрограммировать, то получится глупость. Если вы что, Господь Бог, тогда должен вокруг головы уже висеть нимб. Вы должны предсказать все возможные варианты того, что придет в голову у человека. У этого нет. Поэтому все мышление и человека, и животных, особенно когда они решают нерешаемые задачи, оно морфогенетично. То есть образование новых связей. То есть фактически того, чего еще до этого не было. Как в этом всем участвует химия, которая отсутствует в искусственном интеллекте? Я имею в виду гормоны? Химия, ну конечно. Если вам 14 лет, и у вас ничего, кроме причинного места, вас не интересует, и обладательниц или обладательников такого же причинного места, то у вас, естественно, в половой системе идет активный морфогенез. И вы ищете способы, как бы наделать... Побольше копий. Побольше генокопий, да, потомков, покрыть землю метровым слоем. Этими самыми потомками. Больше ничего. Некоторые на этом и остаются так до конца дней. Это размножение и доминанность. Это биологические фундаментальные вещи, которые сидят у нас в специальном отделе мозга, называющейся лимбической системой. Она всю жизнь конфликтует с рассудочной. Рассудочная потом побеждает, но уже это так поздно, что уже сделать ничего нельзя. И получается, в общем, только стоять и смотреть на своих придурковатых потомков, которые делают то же самое. Вот этот замечательный цикл человеческий, он широко распространен. Но не в этом дело. Химия, конечно, играет. Потому что нужно же синтезировать пузырьки эти, транспортировать их по аксонам. Это сложнейшая химическая система, но она одинакова. И у нас, и у тараканов. Этот принцип единый. Если мы возьмем, например, клетки мухи, которая летает над кучей фекалий, и ее нервной системы, и посадим в человеческую, то она отлично объединится. Да потому что все равно. Это нейроны, вот эта универсальная конструкция, она создана в валюции очень давно, больше 600 миллионов лет назад, совершенствовалась. Она, в общем, похожа. Именно поэтому у нас, кстати, мозг не обладает иммунной защитой. Если ваша иммунная система как-нибудь доберется до вашего мозга, она у него уничтожит за несколько часов. То есть мы, на самом деле, у нас мозг – это инородное тело. Это гематоэнцефалический барьер, правильно? Да, и не только. Дело в том, что это в мозге гематоэнцефалический. У вас же еще есть нервы везде. Они тоже в оболочках, швановских клеток, тоже защищены. То есть это очень серьезные проблемы, инородность, потому что мы не можем повышать метаболизм. Вот представьте, что мы соединились с компьютером. А метаболизм как регулировать? Мозг не может быстрее работать. Он даже не может весь целиком повысить энергетический обмен хотя бы в два раза. Почему? Я вспомнил, как в фильме «Рыбакоп-1» он из баночки ел пюре. У него же надо было поддерживать работу мозга. Как он ест? Его пищеварительная система очень проста. Этот процессор дозирует пасту, которая питает его органические системы. Похоже на детское питание. Не суетись. Да-да-да, ну вот, но это так. Там не так все выглядит. Для того, чтобы мозг работал, например, просто на пределе своих возможностей, даже если вам сюда будут пихать колбасу из черной икры, а тут будет вываливаться все, что уже перевалено, все равно метаболизма не хватит, потому что мозг за барьерный орган, там надо протаскивать через кучу клеток, тратить кучу энергии. Поэтому это все мистификация огромная. Вопрос такой, можно ли это решить, проблему с искусственным? Да, можно. И я об этом уже и говорил. Но проблема-то будет в том, что вот вы меня пригласите, например, скажете, создай искусственный интеллект хорошо. При наличии открытого ресурса, то есть какого угодно. За три года это можно сделать. Но потом вы мне предложите любые условия, чтобы я эту хуйню поймал. Почему? Потому что как только будет положено в основу принятие решения морфогенетический принцип, я знаю, как это сделать, вы получите существо собственным целеполаганием, и я надеюсь, вы понимаете, куда оно вас пошлет, в какое место. И оно будет решать свои проблемы. И вы попробуйте потом его поймать. Он будет быстро соображать. И даже если это будет мышь, никаких кошек не хватит. То есть надо будет создавать еще более умную кошку. И это огромная проблема. Собственно говоря, да и нужды в этом искусственном интеллекте нет никакой. Вот работают эти гигантские считалки. Да и слава богу. Это хорошая помощь человеческому мозгу. Мы так считать не умеем. Пусть работают. Следующая война, она уже началась глобальная. Мы вступаем в очень важный момент, с которого я начал, в общем, свой рассказ о том, что отбор способных людей, которые могут нестандартно решить, ну, гениев, талантов и гениев, они будут решать ключевые вещи. То есть они придумывать будут такие решения, которые никакими технологиями предсказать или осуществить нельзя. Возникает вопрос, а как это сделать? Томографа-то нет. Сколько лет уже тормозят. Кто это будет делать? Кто будет отбирать на основе каких-то принципов? Это неважно. Может отбирать самый злой. Просто вот можно эксгумировать Адольфа Алоизовича. И даже ему поручить. И он сделает. Неважно. Потому что как только у вас появятся первые сотни гениев, я надеюсь, вы понимаете, что они сделают своими... Блин, это то же самое, что створю с электрическими. Да, своими создателями. Поэтому это все очень хорошо, потому что гений – это другая история совсем. Потому что гений, да, сожрут своих создателей. Это неизбежно. Потому что они просто умные. Ну, это такая эволюционная, получается, вполне себе история. Да, но у нас будет совершенно другой уровень решения в том числе проблем. И с медициной, и с здравоохранением, с техникой. Но можно продолжать бултыхаться на уровне пятикантропов, по сути дела. Но мне кажется, что это не стоит делать. И есть инструменты уже. Уже мы, поскольку с томографом, как бы так помягче сказать, нас не сильно поддержали. Правда, уже у некоторых открылась специальная чакра. И вроде бы процесс пойдет. В обозримом будущем. Очень надеюсь, что не понадобится ее, эту чакру прижигать паяльником. Иногда это нужно. Но есть и другой подход. Мы можем, поскольку мозг у нас так устроен, что мы обладаем рядом человеческих свойств. Чисто человечество, у которых нету приматов. И полями, и под полями некоторыми. Которые у приматов или очень плохо выражены, очень маленькие. Под полями мы имеем в виду не энергетические поля, а зоны. Энергетических полей никаких нет. Я на всякий случай уточню. Я говорю еще раз, это прохиндиада сплошная. Какие поля? Я в свое время приложил много усилий для того, чтобы издали книжку Гуровича, который изучал эти самые морфогенетические поля. Почему? Потому что они действительно есть. Они очень коротенькие, маленькие, связаны с энергетическим обменом клетки. Никаких полей, никаких подсоединений к космическому разуму не существует. Есть больные люди, всякое бывает. Мозг наш преподносит иногда сюрпризы, особенно в области психиатрии. Но этого мы касаться не будем. Отдельный разговор. Если мы действительно хотим, например, создать, предположим, пока не поколение гениев, а какую-то группу гениев, может быть, другой метод сработает, если мы не можем их вычислить. Мы можем их вычислить. Предположим, если мы не сделали томограф, у нас его нет. Но часть людей говорит о том, что, опять же, в интернете я пользуюсь слухами, в данном смысле, намеренно абсолютно, чтобы мы про них поговорили. Что мозг-то у нас работает всего на 10% у каждого человека. Это у психологов действительно у всех так работает. Да, поэтому нужно же чего? Нужно препаратики какие-нибудь, которые... Слушайте, это бред сивой кобылы. Это у психологов на 10% работает. Вы юморы не поняли? Нет, я это понял. Так, на сколько процентов работает мозг по данному современному науке? Надо быть полным идиотом, чтобы это утверждать. И идиоты, мы знаем, где находятся, где они воспитываются, выращиваются. Но дело в том, что человеческий мозг, если бы он работал на 10%, то это мозг умирающего человека, то есть покойника почти, остывающего. Дело в том, что наш мозг весит там 1300 грамм в среднем. Потребляет в норме, когда вы лежите с бутербродом во рту и смотрите метаметрику. Ну и так полувдреме, значит, попивая кофеёк, значит, смотрите всё. В этот момент, перед отходом ко сну, мозг потребляет около 9% всей энергии организма. Прикиньте, он весит одну пятидесятую, а потребляет 9%. Ну, до 10% в зависимости от массы тела и размеров мозга. А теперь представьте, вы о чём-то задумались. Ну, для девушек это понятно, женится или не женится, это понятно тоже. Для мужчин тоже понятно, там, третий ребёнок или пятый. И куда девать жену после этого. То есть неразрешимые проблемы. Он начинает интенсивно думать. Тогда потребление повышается в 2,5 раза, до 25% от всего организма. Ну, представьте себе, такая проблема. Это значит, что вы идёте вечером в туалет, совершаете дефекацию, у вас четверть того, что вы видите в толчке, это от мозга. Вот такой уровень метаболизма. Это серьёзная проблема. Его надо кормить. А если вы сидите на какой-нибудь сухой диете, ещё что-нибудь там, сыроедении, то он у вас никогда работать не будет. Успокойтесь. Забыть про это. Его надо кормить белком, жиром, огромным количеством электролитов, витаминами и прочее. Иначе работать не станет. Поэтому говорить о том, что он работает на 10% – анекдот. Плохой причём. А 25% энергетических расходов человек может выдержать, ну, 2 недели. После этого мозг старые времена доисторического материализма. Когда ещё с врачей спрашивали, что они делают, это приводило к неврологическим расстройствам, нервному истощению. Было такое заболевание. Ну, в МКБ сейчас там известно, что все обсуждают, что там уже раньше была болезнью любовь, а теперь стало совсем другой, не болезнью. Хоть стой, хоть падай. Это лишний раз говорит, что Минздрав надо сильно укоротить, чтобы такие нововведения у нас в страну не вносились, как ЕГЭ, там, МКБ и прочее. Но это моё личное частное мнение. Так вот, мозг потребляет очень много энергии. И на этом построен страшный механизм защитный – отмышление. Вы думаете, от чего? От работы? Нет. Нет. Копать канаву намного выгоднее, чем думать. И многие на канаве останавливаются, потому что или там чем-то ещё таким заниматься. Почему? Потому что расходы мозга намного превосходят весь остальной организм. И поэтому внутри мозга существует защитный механизм. Как бы не думать? Вот как бы заняться полезными вещами? Девицами, едой, выпендрёжем, выбором автомобиля, ещё чего-нибудь такого. Ну или коньяка с сигарами на худой конец. Ну это при нищете глубокой. Ленту полистать в телефоне? Да, это имитирует жизнь. Поэтому это так. Ну это отдельный разговор про то, как надо оболванивать население. Это можно рассказать отдельно. А пока, значит, о более простых вещах. Вот как мозг защищается от избыточной работы? Мы же видим вокруг себя. Народ не очень напрягается. И при первой возможности соскакивает с любой работы. Лишь бы поменьше работать, побольше получать. Есть, конечно, маньяки многодетные, которые носятся на пяти работ. Но таких немного. И то в основном они связаны с большой клизмой со скипидаром и пятифонными иголками, которые каждое утро им ставит жена, а не самодвижение внутреннее. Так вот, если не отвлекаться, посмотреть на всё на это, то в мозге существует очень сложный механизм защиты от таких потрав, от таких расходов энергии. Ну, представляете, 25%. Вы себе мускулатуру меньше потребляете. Это чего? То есть качок в зале расходует меньше, чем какой-нибудь задохлик в очках, когда он сидит и решает за компьютером неразрешимую проблему. Это, кстати говоря, рекомендации девушкам. Если вы начнёте пользоваться головой, вы начнёте быстро худеть. Это правда. Мне многие пишут в ответ на ролики, что вот стала думать, резко похудела. Но женщинам это делать очень сложно. Это отдельная история. Но только вот что получается, как сделать так, чтобы заставить себя думать. Это сверхзадача. Почему умных довольно легко выявлять? Ну, по нашим технологиям. Пока недороговато, конечно, для массового применения, но уже возможно. Для критических структур это возможно. Что же делается? Человеческий мозг в ответ на снижение энергетических расходов, ну, с 25, допустим, там, до 15. Он тут же вырабатывает очень полезные вещества. Они широко известны населению. Они называются каннабиоиды и опиоиды. Индогенные. И у взрослых людей это преимущественно каннабиоиды, которые доставляют массу удовольствий. Причем их не надо как-то это вводить. Они уже там есть. Вы просто ленитесь, воруете, спите с другой женой, не ходите на работу. Ну, в общем, всякое такое. Нет, еще есть вариант очень хороший, духовный. Вы начинаете духовно расти и живете по инструкции, неважно какой религии. Это тоже поощряется в том смысле, что каннабиоиды регулярны. Ну, поэтому... Все ясно, схема работы мозга ясна, никаких этических других проблем нет. Да никому не ясна, просто нет никакой необходимости думать. Вам инструкцию дали, да. Ну, вот. И особенно тяжело у детей. Почему? Потому что у детей к каннабиоидам присоединяются опиоиды. И до полового созревания у очень многих людей они в достаточно большом количестве вырабатываются в ответ на безделье, праздность, ну, и прочие всякие детские удовольствия. Поэтому каждый из нас вспоминает же детство. Думает, как там было хорошо. Ну, конечно, было хорошо. Пёрло бесконечно, да. Конечно, под двумя косяками. Нормально, да еще разными. Конечно, отлично было. Никаких вопросов. Ну, а то есть я так о детстве вспоминаю, как было хорошо. Там траля-ля-ля-ля-ля. Ребята, вы в себя-то придите. Это защита мозга. Просто у детей он должен развиваться, расти. И если вы его будете перегружать, так как взрослые, то вырастет, в общем, черт знает что. То есть в целом вы против того, что в современных системах образования почти везде детям шести, семи, восьми лет прям их нагружают задачами, нагружают уроками. И против, почему? Там есть фундамент. У меня есть книжка такая, называется «Морфология сознания». Я специально написал, потому что мне безумно жалко детей. Не то, что я такой пацифист. Упаси меня Бог. Но мне жалко детей, которых многие продвинутые мамки просто фактически уничтожают их будущее. И поэтому я написал двухтомник. «Морфология сознания» – это о том, как развиваются дети. Вот начиная, как папа с мамой согрешили, вот и дальше что происходит? Что там они видят, что они не видят, что они слышат, что они слышат. Там глухи в животе мать. Но там много глупостей, на которых паразитируют детские психологи, педагоги полуграмотные. Этого полно. И калечат детей. Я где-то видел вашу цитату, что поколение между 12 и 22 годами, по-моему, вы сказали, что оно потеряно вообще. Да, оно очень сильно потеряно. Но и у нас это будет продолжаться. Нас, я говорю, надо чистить министерство образования, вот особенно школьного, просто целиком. Просвещение. Просвещение. Потому что там не могут быть люди с теми же самыми рыбьими глазами, которые вводили ЕГЭ, а сейчас его отменяют. Это невозможно. Они уже не могут измениться. Так вот, вернемся к этому делу. И вот в этих книжках я как раз описываю очень важный момент, который никто не хочет наобращать внимание. А это для детей самое главное. Дело в том, что до примерно 8-9 лет основное запоминание, запечатление внешнего мира и вообще выработка алгоритмов поведения происходит за счет лимбической системы. И той самой, которая отвечает за иду размножения и доминансы, которая регулирует нейрогормональные формы поведения. То есть самые глубинные обезьяньи, модели, самоидентификации. И они формируются примерно до 8-9 лет у разных детей. Поэтому, во-первых, на лимбической системе вы не можете ничего создать. А после 8-9 лет начинается рост неокортекса, то есть коры с бороздными извильными. И вот здесь уже можно и знания, и какие-то ассоциативные вещи, и социальные конструкции. А жесткие детские вот эти вот системы взаимодействия с людьми, и которые остаются в подсознании, как любят говорить психологи. То есть человек принимает то решение и не может его замотивировать. Ну, объясните, почему так. Они возникают в этот момент. Это очень скользкий момент. И раньше, до исторического материализма, вот, например, в дворянских семьях, почему домашнее образование? Это 8-9 лет. Не из-за того, что они такие, понторезы. Многие жили очень плохо. Ну, не было у них. Они из последних сил нанимали учителей для того, чтобы на момент формирования лимбической системы ребенок находился с родителями дома и получал знания. Все попытки, значит, занизить, то есть увести на низкие сроки, они связаны с тем, что современным государствам не нужны думающие люди. Их вероятность, их находки там в обычной школе равна практически нулю. Без системы отбора. У нас есть эта система, но она никому не нужна именно поэтому. Почему? Потому что нам нужны люди с искусственным интеллектом, то есть роботы, по сути дела. И вот эта роботизация человеческого естественного интеллекта происходит очень активно. И здесь технологии, вот эти телефоны, это технологии, способы оценки. Зачем нужна была ЕГЭ, цифровизация этого всего? Цифровизация как явление – это как раз создание биороботов. То есть можно загрузить в лимбическую систему вот эти начала? Да, конечно. До восьми лет можно изгадить начисто человеческий мозг так, что потом он из этой ситуации не выберется. Почему? Потому что в этот момент устанавливаются древнейшие лимбические связи в виде так называемых социальных инстинктов. То есть человек не будет отдавать себе отчет о происходящем, но будет принимать решения с запечатленными инстинктами. Сейчас поясню чуть-чуть, что понимается под запечатлением. Это вот Конролд, Лоренс, Тинберген – это известные зоопсихологи, которые обворовали нашего известного зоопсихолога Вагнера, который чуть не до их рождения лекции в университете читал и написал таких две книги. Они Нобелевскую получили, но Лоренс, по крайней мере… Нобелевскую премию за последние 30 лет не получил ни один честный человек. Все, что было, это или прямое воровство у других людей, или чистая профанация. Ну, вспомните, японцы там 10 лет назад стволовые клетки, мы пересадили туда 4 гена, теперь мы получим все, что угодно. Вопрос один – где? Где органы? Где управляемое развитие? Ничего нет. И таких жуликов из года в год. И вы, простите меня, Нобелевская премия давно описана, как ее получают. Хотите, дам адреса трех фондов, а если переведут 4 стоимости Нобелевских премий, то вас ставят поставить на очередь. Ну, это как выбор в академии, еще что-то. Это все мазано одним миром. Поэтому отношение к этому даже у населения уже совсем… Вы все недавно смеялись Столтенберга же, а генсека НАТО тоже на Нобелевскую премию решили выдвинуть. Вот-вот-вот, хорошо. А Нобелевскую премию мира, разумеется. Да. Которая присуждается Норвежским комитетом. Совершенно случайно Столтенберг был премьер-министром Норвегии. Нет, ну, слушайте, там просто конченые, с одной стороны, жулики, а с другой стороны, патологические неучи. То есть там просто вот, ну, это дремучая Нобелевская премия уже лет 50 назад превратилась в политико-экономический инструмент, чтобы обманывать людей и убеждать их. Ну, там, графен тоже сам, который был сделан здесь. Ну, я даже не хочу это все обсуждать, потому что, ну, это околонаучная политика, которая позволяет зарабатывать деньги. В том числе многие там витаминные процессы, лекарственные препараты. Они были сделаны для того, чтобы их потом продавать. Нобелевская премия для этого и давалась. Мы про детей вот сейчас говорили, а есть еще ведь такая интересная теория. Ее западные наши партнеры, в кавычках, долгое время проталкивали, и к нам в том числе, поколения, вот эти там Z и так далее, вот эти всякие разные поколения, которые якобы и мыслят по-разному, и ведут себя по-разному, и у них разные мотивации поведения, и это все нужно учитывать в рамках, там, не знаю, каких-нибудь, в том числе, рабочих процессов. Как к этому относиться? Ты вот из какого поколения? Из этого тебе вот так будем относиться, а к себе вот так. Как вы относитесь к этой теории поколений? Каждый зарабатывает как может. За этим ничего не стоит, потому что я вначале сказал, что индивидуальная изменчивость человеческого мозга огромна. У меня в лаборатории работают тем, кому за 50, и те, кому нет 20. Никакой разницы нет. Вопрос, как устроен человеческий мозг. Конечно, быстрее всего канаву копать неандерталец будет чуть-чуть иначе, чем мы, но вряд ли сильно иначе. Так что я не думаю, что там 50 тысяч лет, как-то сказалось, на копание лопатой. А все с этому сводится же сейчас. Зачем хороша компьютерная технология? Через пару поколений можно будет отучить людей читать. Распознавание голоса, вот это все теле-теле троллевали, управление голосом, это все очень хорошо. То есть можно будет вырастить не просто биологических роботов, а совершенных идиотов. И в этом, в общем-то, мечта большинства государств, которые хотели бы управлять своим населением абсолютно произвольно. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Я просто занимаюсь гоминидной эволюцией. И меня интересуют эволюционные процессы. Но есть небольшая вишенка на этом достаточно пахучем торте. Дело в том, что люди так изменчивы, что нет-нет, а гении-то появляются вопреки всему. И эти гении, их обычно не видно. Ну вот, они делают то, что для спасения человечества и развития по-прежнему их бы надо было сразу уничтожить на корню. Но их распознавать не умеют. Какая неприятность. Какая неприятность. Хотя я все время ратую за распознавание. Понимаете? Есть такая... Вы коварный. Ну, стабильное человечество, которое жвачное, размножается, поедает вот этот вот бред музыкальный, который существует. Или там синтезирование GPT-чатом тексты. Кстати, у нас технологии есть, их распознавать на раз. Любого уровня, самого высокого. Потому что есть тонкости человеческого мозга, которые еще будут очень нескоро доступны. Вот такая перспектива человечества печальная. Она может прекратиться. Из одной простой причины. Появляются все время гении, мерзавцы. Мерзавцы абсолютно. Которые всю эту картину эпическую дегенерации до уровня пиявок приостанавливают. И на наше счастье на Западе, да и у нас, считают, что люди все одинаковые и зависят от того, как воспитать. Это чудесно. Таким образом они обрекают себя на уничтожение. Те, кто так считает. А реальные события, происходящие в мире, они совсем другого рода. И эволюция гоминид не идет по тем законам, которые сидят в головах у разных начальников. Ну, приведу пример. Не было никаких революций, связанных с изменением экономического строя. Вот эта вот вся ленинская бредятина, она вообще никакого отношения не имела. Все было по-другому. Посмотрите, кто вокруг Ленина стоит после революции. Одни инженеры. Чуть-то они там делают. А где же наша революцион? Где же у нас там это все? Ах, вот в чем дело. И тут возвращаемся. У меня есть такая книжка, тоже посвященная эволюции человечества. Называется «Церебральный сортинг». То есть дело в том, что есть проблемка. Дело в том, что мы за 4,5 миллиона лет увеличили наш мозг с 350 грамм до 1,5 килограмм. Возникает тихий вопрос. За счет чего? Естественно, что нормальным путем это сделать нельзя. Посмотрите на динозавров. Им понадобилось, чтобы вот с такого мозга вот до такого, до 200 грамм, понадобилось 150 миллионов лет. Что это происходит-то? Тихий вопрос из зала. А что происходит? Говорят, мясо начали есть. Какое мясо? А динозавры мясо не ели. Они питались только этими хвощами. Ну, не смешили бы. Это какие-то идиоты. Это рассуждение идиотов. Типа, люди слезли с веток, там, где были фрукты, там они были недоступны для хищ, и пошли в степь. Ну, чтобы все львы, тигры, пантеры, их отлично видели издалека. И на них прекрасно охотились. Ну, к какому пьяному бреду это может прийти в голову? Говорят, их выгнали оттуда. Кто? Ой, слушай. Другие обезьяны. Это вот тот, тот говорит, сам не сильно от австралопитека отличается. Уж по размеру мозга точно. А на самом-то деле территория, где все это происходило, очень хорошо, тщательно исследована по пыльце растений. Что там было, как там, остатком. Это восточная Африка сегодняшняя, там, Сомали и прочее. Там просто были такие полуводные среда, мелководие, где, как известно, много икры животных. Кто бывал на Цейлоне, на болотах, знает, что это такое. Там, еды сколько хочешь. Рыба, еда, все. Рядом птицы сидят, гнездятся. Протянул руку, достал, поел икры. Протянул руку, съел яйцо. Свернул птицу. Ну, много белка, так, хорошо. То есть вообще ничего не надо. Дальше доказательства этого. Почему 4,5 миллиона лет назад у наших предков зубы были такие же, как у нас? Без всяких клыков, как у современных шимпанзе и горилл, и там, бабуинов. Скорее, такие же, только через чуть-чуть другой формы. Это что значит? Ах, наверное, вокруг них бегали слабоумные повара-китайцы из антропологов. Их там кормили. Откуда? Чем они питались? Они питались очень калорийной, легко доступной пищей. Что и стало основой эволюции человека, поскольку не надо было за ней гоняться. Зашел в воду, там бипедальность. Бипедальность, да. Поглубже. Ну, там набрал все и поел. У самочек прекратился цикл. Годичный. Стал ежемесячно готов к размножению. Что делать-то больше нечего. Размножайся. Отсюда всякие прекрасные вещи, типа речь. Как выпендриться перед самкой? Еды полно. То есть не для координации усилий на охоте появляется. Какая охота, если у тебя еды полно? Никакой... Это потом началось. Так вот, с этого момента, в общем, когда мы стали бипедальными, и начался, собственно говоря, отбор, но очень отбор своеобразный. Он стал самоотбором. Это искусственный отбор. Мы отбирали методом уничтожения прямого съедания тех, кто не мог вести социальную жизнь. А тех, кто мог, кто делился пищей с неродственными особями, тот оставался. Именно поэтому у нас лобные области такие большие. Именно поэтому женщины, которые занимаются анорексией, впадают в анорексию, умирают. Действие тормозное лобных областей позволяет им не есть и умереть. Почему? Потому что лобные области, они не для мышления, они для торможения, животной агрессии. И начался отбор по культивированию этих самых лобных областей. Мозг стал быстро увеличиваться. Почему? Потому что решали одну проблему. Когда рай вот этот закончился пищевой, надо было выживать. Выживать можно было группами. Для этого надо поддерживать групповые отношения. Для этого поймать вкусную антилопу и съесть в углу – это нехорошо. Еще надо поймать, чтобы ее съесть в углу. Вот представьте, что вы такой способный, ловкий. Поймали и съели в углу. Что вам делают? Делают то же самое, что с антилопой. Заодно прерывают вот этих вот мерзавцев, у которых лобные области маленькие. Понимаете, какая? Это был искусственный отбор. И поэтому за 4,5 миллиона лет мозг так увеличился. Это, как вы понимаете, как вы, как голубевод в голубятне. Вы приходите после каждого размножения и смотрите, а вот это махноногие, это недостаточно. Котам. Вот такой был отбор. И благодаря ему с такой скоростью человеческий мозг увеличился. В этом все дело. И мы продолжаем это делать сейчас. Примеры полно. Петр Первый почему набрал иностранцев? Он послал учиться детей бояр. А оказалось, что они такие же, как наши олигархи сегодня. Мы только размножаться и пользоваться папиной карточкой. Или маминой. И все. Ребята вырвались там, понимаешь, там всякое интересное было. Тут такого не наливали. Они возвращались. Это не единственный случай. Прислуга, которая вместо них училась, стала офицерами, стала математиками. А потом что стало происходить-то? Петр Первый был вынужден набрать иностранцев. Из этих, которые отлично размножались и папиной деньги тратили, ничего не вырастало. И кто это решил? Екатерина. Хотя я ее крайне не люблю, как явление в русской истории. Ну, все-таки отравить Ломоносова с женой на поминках Елизаветы, ну, это нехорошо. Даже учитывая, что он был сыном Петра Первого. Но это отдельная история. Здесь о другом, надо сказать. Она, тут ничего не скажешь. Граф Панин ее уговорил, и она отменила использование табели о рангах, ну, то есть происхождение. При наборе в арифметические, навигаторские школы и к концу XVIII века мы решили проблему инженеров и офицеров. Потому что просто нужно из большого очень количества отбирать. Тогда можно было решить проблему. То, на чем потом Советский Союз тоже поднялся. А Советский Союз, нет, Советский Союз начался с того, что к моменту этой самой а-ля революции, значит, у нас уже было в России с 60-х годов, почитайте там Гарина Михайловского, он подробно описывает, как все это происходило. Я имею в виду выращивание инженеров. Наши вырастили у себя несколько уже, два поколения инженеров. Третье поколение, когда доходит до 15%, оно приходит к власти. Во всех странах так называемой буржуазной революции, не надо из нас делать дураков, ради бога. Это результат смены церебрального сортинга, отбора по мозгам, которые могут учиться или могут решать математические инженеры, или не могут. Как только их накапливается до 15%, они приходят во власть и все это заметают веником. Ровно такая же история была в 1917 году. Вся эволюция человечества – это эволюция мозга, который мы сами в своей среде отбираем для решения социальных, экономических, промышленных задач. И ничего больше. И поэтому сейчас происходит ровно то же самое. Сейчас отбирают программистов, ну так грубо скажем, компьютерных мальчиков и девочек, которых уже больше 15%. И в ближайшее время, значит, это может произойти без болезни, а может быть очень болезненно. Я не знаю, как конкретно. Ответа на этот вопрос нет, потому что это нужно серьезно исследовать. Как именно это будет? То есть кому свернут, а кого нет. Вот сейчас такая ситуация. По глупости вырастили огромное количество таких людей. Это надо было контролировать, а не ставить компьютеры во все деревенские школы. То есть этими действиями вызвано к жизни новый цикл церебрального сортинга. Тогда он глобальный получается? Ну, у нас в стране будет глобальный. У них в стране немножко по-другому. У них чуть-чуть пораньше началось, поэтому у них немножко другая модель. Там, например, меньше сейчас собственных данных все размещают. Там они уходят от этого. То есть многие начинают понимать, что происходит. Не понимать, конечно. А как полиграф полиграф Шариков. Сердцем чуете. И вот они сердцем чуют, что кердык близок. И начинают, значит, вихлять хвостом, но уже поздновато. У нас то же самое. Естественно, эти люди, они не будут ничего делать. Они не будут с флагами ходить, революцион петь. Никому это не нужно будет, никто ничего не заметит. Но будет уже поздняк метаться. А вот есть еще такая у политических философов теория. Теория, она еще от древнегреков к нам идет, от Фукидида, потом от Гоббса. О том, что, например, в международных отношениях, да и вообще в политике чаще всего, люди находятся в так называемом естественном состоянии. Естественное состояние – конфликт всех со всеми, война всех со всеми. Насколько это укладывается в ту модель, которую мы с вами только что описали, что на самом деле человек-то из сотрудничества скорее вырос и сам себя, давайте так скажем, разводил. То есть первое существо, которое он начал разводить, это он сам, а не собак. И приручил, а потом разводил. Вообще-то, конечно, международная политика и развитие международной политики показывает, что Гоббс-то в целом прав был. Потому что если их оставить без, называется, без контроля, они передерутся и перегрызутся все немедленно. Ну, это обычное дело. Дело в том, что вопрос, какая цель эволюционная. Эволюционные цели мы не контролируем, а их контролируют биологические процессы. В этом весь фокус. Ну вот, приведу пример, понятный, с Европой. Вот европейцы. Почему они такие мерзавцы, неверующие ни во что? В общем, по большому счету, конечно, кровопийцы и гниды. Всегда были, да? Нет, не всегда. Хорошо. Значит, как этого удалось добиться? Задекает вопрос. А добивались этого почти тысячу лет. Как это происходило? Ну, например, вы какой-нибудь князь, где-нибудь там в вонючем каком-нибудь княжестве Германии, там, микроскопическом, которые и были. Германия-то объединилась в конце 19 века. Это было... В общем, надо ее привести в то же состояние, чтобы больше не выступали. Но это моя точка зрения. Вот вы, князь какой-то, у вас там кто-то не платит десятину, да? Как? Что делалось? Крестовые походы откуда начались? Он обращается к соседям, говорит, у меня с тем здесь все, в общем, разбаловались, надо как-то их это... Вон привести? Да, вон привести. Собираются три-четыре князя, собираются своих ратников, потому что держать их дорого. И в этот район, который, значит, не платят. Ну и там как? 80% населения на копья. Обращаю ваше внимание. 80. Никакая чума этого не давала. Ну и дальше что происходит? Оставшиеся начинают все делать правильно. А кто выживает? Вот здесь самое главное. А тот, кто заложил князю соседа, кто решил воспользоваться его землей, кто решил воспользоваться его скотом, родственниками, зданиями. То есть самые гнусные подлецы. Они получают репродуктивные преимущества, оставляют многодетное потомство. Вот вам и результат тысячелетнего развития Европы. Плевать им на все эти религии. А эти качества передаются по наследству? Нет. Их каждый раз выбивают, выбивают и выбивают. По наследству передается в основном хорошо лимбическая система, как раз с наиболее подлыми однокленностями. Ну вы знаете же, по родственникам, по знакомым, что обычно потомки наследуют самые мерзкие качества своих родителей. Вот здесь все хорошо. Вот рассудочную деятельность, трудолюбие, интеллект, это редко. А вот это с удовольствием и всегда. Вот, собственно говоря, что и так за тысячу лет вот этот отбор привел к этим вещам чудовищным. То есть мы не видим. Они готовы имитировать, ну для того, чтобы их опять на копье не посадили. Чего хочешь? Поэтому с ними вообще разговаривать не о чем. Там чисто биологический подход. Вот тебе пирожок, сдавайся. Нет, значит умирай. Все. Там не о чем говорить, не о чем договариваться. Там бесполезно. Да, были взлеты, там, культура, искусство. Посмотрите, кто взлетал, а кто кого надувал, чтобы взлететь. Богатые люди, князья, там, заказывали выдающиеся произведения, там, за огромные деньги. Ну и, естественно, всякий художник хочет продаться подороже. Ну и все. Это нормально. Но этого мизер. Мизер, мизер, мизер. И получается, что мы в сегодняшний момент будем воевать в ближайшем обозрим будущем именно по биологической части, ни по рассудочной, ни с разумными людьми. Нет, мы будем воевать с плоть, от плотью эволюции, которая не человеческая, а биологическая. Поэтому особенно скорбить не надо. Просто там еще есть масса тонкостей, о мозге, что мне говорить, пока бы не хотелось. Но перспективы вот такие, к сожалению. И ничего другого не будет. И сделать ничего нельзя. Вот почему-то так ожесточенно мы воюем. Потому что там несколько прошло вот этих циклов от трех до восьми лет. И у них вот эти социальные инстинкты, направленные на вот такое поведение, с которым мы сталкиваемся, они вполне искренне будут умирать в окопах. Почему? Потому что там прошивка лимбическая произошла. Вот этого допускать нельзя. Сейчас то же самое происходит в странах, там, в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане. Это надо немедленно останавливать. Иначе будет такая же проблема, как с уху. Это очевидные вещи. И для этого нужно как раз использовать отбор людей, которые могли это все безболезненно организовать. Это можно безболезненно организовать. Просто для этого надо набраться как-то политической воли. Существующие инструменты отбора квалифицированных, мотивированных, предположим, молодых людей. Ну вот там, Россия – страна возможностей, например. Да-да, вот недавно победитель этого конкурса удрал с деньгами на Запад. Да-да-да. Ну так бывает и такое, наверное. Там же не бывает стопроцентного результата ни в одной системе. А куда делись все вице-премьеры из нашей страны? Вот видите, простой вопрос. Очень ответственные люди, прошедшие все эти отборы, сразу же переселяются в дальние страны. Поэтому проблема эта так же остра, как и раньше. Ее имитация в Сириусе где-то там ничему не поможет. Мы должны работать с каждым человеком индивидуально. И не по его имитации. А то, знаете, я в свое время видел, как шли в райкомы ВЛКСМ для того, чтобы надежно устроиться в цыковском распределителе. В очереди за колбасой, которой не было в магазинах. Сейчас происходит ровно то же самое. Люди, которые туда пошли, они уже непригодны. Для чего они туда идут? Ответьте на этот вопрос, ответьте, почему они непригодны. Я что-то не встречал, чтобы человек туда шедший говорил что-то кроме лозунгов, а это плохой признак. И поступал как-то иначе. Что говорит о том, что цели у него совсем другие. Просто как у Штирлица в кино. Нет, ну это же мотиваторы политического поведения. Ничего подобного, это мотиваторы пищеварительного поведения. Чистая пища, чистая доминантность, чистый социальный прогресс, который не зависит от твоих способностей. Что они делают? Ну, надежда, это же и есть выгода и слава. То есть, соответственно, мы получаем те самые две... Нет, некоторые люди идут учиться, например, в университет, чтобы заниматься наукой. Это тоже надежда, что он будет заниматься наукой. Он просто не знает, что быстрее всего заниматься наукой, он будет на какого-то работа и дядю с академическим... Значит, где он возьмет деньги на занятия наукой? Даже если мы не считаем, что наука это удовлетворение собственного, как говорили классики, интереса за государственный счет. Вот я знаю, какие придурковатые классики это говорили, я их классиками не считаю, потому что они вообще ничего не понимали в науке. В девяти случаях из десяти научное изыскание, к сожалению, плодов никаких не приносит. Но это все равно, что вот вы стоите за станком, пилите там гайки какие-то сложные, да, а вам платят за одну из двадцати. А сделайте вы, ходя на это, тщательно. Но вот в науке все так устроено, поэтому никакие разговоры о практическом выходе из науки, фундаментальной. Никакие разговоры о том, что нам надо... Мы сейчас, например, пишем каждые два месяца отчет. Как можно в науке что-то сделать за два месяца? Можно только целенаправленно обмануть государство. Был такой мем недавно, когда Швондер пришел с командой, говорит, товарищ профессор, мы научим вас делать научные открытия по соответствии с календарным планом. Да, да, да. Вот у нас это сейчас вовсю. То есть за счет чего, например, в той же Совдепии наука все-таки как-то втеплилась? Да, были там государственные организации, куда собирали для решения конкретных задач, вплоть до шарашек. Строится валет, бомбу, ракету. Пожалуйста. Но для науки создавали такие условия. Просто размазывали деньги по научным учреждениям. Для чего? Особенно не требуя ничего в обмен. Чтобы там был рост спонтанный. Понимаете? То есть вы раздаете деньги, какие-то ученые, что-то там они возятся. Возможно, случайно что-то, но тем не менее их... Да, но когда нужно было решать государственную задачу, из этих не можно было надергать. А как происходит сейчас? Давайте мы такую вот программу, она государственная, она важная, она нужная. Значит, туда слетается океан жуликов, конченных совершенно, прохиндеев, которые говорят, мы все сделаем. Скажите мне, что было сделано за десятилетие геномики? Что было сделано за десятилетие протеомики? Скажите мне, что было сделано за вложение 15 лет подряд в стволовые клетки и клонирование? Чем это кончилось? Кому дали деньги и кто за это должен ответить? Эти чиновники, которые этим занялись, до сих пор сидят. Те, которые... Они откусывали все от этого пирога. Может быть, это та же система, когда вливается туда, а там вдруг что-то получится? Нет, нет. Там по-другому все делается. Там делается модное заявление на модные темы. И получаются под это деньги, которые просто пилятся и моются, и все. Современный искусственный интеллект – это то же самое, мы с вами об этом говорили. Это ровно то же самое. Сейчас вот остатки стволовых клеток сливаются. Там еще много чего можно рассказать и про генетику, и про все остальное. Но в основном это создаются такие мыльные околонаучные пузыри в виде помывочных. Это очень печально, потому что всю жизнь в науке работаю, и наблюдать это, конечно, страшно. Я просто вижу такую же картину и в западной науке, когда гранты даются под гендерные исследования, например. В науке, в западной, там совершенно другой принцип. Можно решить эту проблему по-западному? Да, но все забывают. Доплевать мне на этих гаотеков, и все. Пусть дают. Никто не спорит. Но на Западе есть очень простой принцип. Если ты вкладываешь рубль в науку, то тебе снижают налоги на 2 рубля. То есть ты в результате в прибыли вложил рубль в науку и в прибыли на рубль. И тогда получается 100 миллионов инвесторов, которые вкладывают всяким дуракам. Ну вот полусумасшедший профессор. Давайте ему дадим, вдруг ничего получится. А вот там аспирант с какой-то дикой идеей. Давайте дадим, вдруг получится. И никто не вспоминает о том, что все научные проекты, поисковые, срабатывает из них в лучшем случае один из двадцати. У нас книжки продаются вот такой толщины, написанные американскими инвесторами, которые занимаются финансированием поисковых разработок. Он вкладывает по 10 миллионов долларов, обращаю. У нас нет таких грантов. Близко не лежало. А химия, оборудование, почти все западное. Значит, вкладывает по 10 миллионов. В 20 проектов один срабатывает. То есть он тратит 200 миллионов, потом снимает сливки с одного, который покрывает все на свете. У нас, если тебе дадут столько денег, тебя посадят на всю жизнь. Потому что не оправдал оказанного доверия. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Невозможно работать. Вы даете нереальные планы. И вот в этой дикости ждать от науки каких-то результатов, ну для этого надо быть полным идиотом. Просто больше никак это назвать нельзя. В этом проблема основная. Не все научные идеи реализуются. Поэтому надо дать широкое поле бизнесменам зарабатывать на финансировании науки. И тогда огромное количество, в том числе молодых ученых, выскочит из-под чего? Из-под этих институтов, академиков, всяких государственных фондов, а-ля РФФИ, РНФ и прочее, которые тем же академикам отдают на рецензии эти работы. Он смотрит, что с его не совпадает. Или, не дай бог, перспективно. Он перекрывает кислород. Вот из-под этой системы самодавляющей надо выводить науку. А вывести ее может только одним способом. Прекратить центральное финансирование, сохранить для тех, кто там что-то дает, а дать возможность вкладывать в науку деньги с выгодой для бизнеса. У нас же этого нет. И поэтому у нас нету многих точек роста. На Западе, как это все устроено, огромное количество точек роста, которые не связаны с центральным финансированием, с каким-то центральным контролем. Это что, получается, так что... Нам это сложно. Мало ли они там изобретут, что вообще бесконтрольно. Ну вот в результате такая наука. Но боитесь, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Вот примерно так. По поводу боитесь хочу вам задать вопрос. Плюс общий уровень тревожности в обществе и в мире в целом нарастает постоянно. Какое-то время назад все ходили с депрессиями, теперь все ходят с тревожными расстройствами в том числе. Что с этим можно сделать? Нужно ли с этим что-то сделать? Или это такая флуктуация просто, которая... Послать на перевоспитание в Северную Корею всех психологов, и все болезни пройдут. То есть нет тревожных расстройств? Это хороший бизнес. У вас тревожные расстройства. Наверное, вы в депрессии. Вы ночью просыпаетесь с целью помочиться. Все. Вы погибли. Немедленно надо принять таблеточки. Вот этот бред, который к нам приполз из Америки, нужно прекращать. Лечить от депрессии, от тревожности. Хорошо в Северной Корее. Месяца три туда, в командировочку, на работы такие, традиционные. Я думаю, произойдет прояснение и в головном мозге, и в диагнозах. Но при этом люди же симптомы описывают, например, панической атаки. Ну, слушайте, они начитались вот этой вот ерундой, которую вы держите в руках. Там все это описано подробно. Но вы поймите, что контент создается целенаправленно. Этот контент пишут зачастую, проконсультировавшись с очень умными людьми, которые объясняют, как вывести из равновесия ту или иную популяцию, ту или иную группу людей, как довести их до пребрецидного состояния. Даже взрослых. Это все возможно. Мозг большой, и если вы его не занимаете мышлением дорогостоящим, он найдет себе занятие, которое вам умело через вот эту всю на ладонную лабуду подложит. Я сам специалист в этой области. Поэтому я вас уверяю, уровень контроля через такие системы очень высок. И, к сожалению, никакие психологи это не могут ни распознать, ни понять. Есть много очень тонких вещей. И доведение населения, особенно которого вы отучили думать по-настоящему, тратить энергию. А вы же поймите, вы находитесь, там решение. Ага, вы там задумались, вас что-то беспокоит. Нашли решение. Что происходит? В мозгах тут же расходы вниз, косяк вовнутрь. Все, вы счастливы. Вот у вас есть решение. Вот у вас депрессия. То есть, пользуясь системами саморегуляции работы энергетического баланса человеческого мозга, можно заставить его делать просто чудеса. Это вопрос задачи. Тема, которую тоже в силу очевидных событий в нашей стране сегодня обсуждают. Я понимаю, что к психологам вы относитесь не очень, мягко скажем, но тем не менее. Тему обсуждают. Нет, я к ним хорошо отношусь. Я их иногда консультирую, когда они не могут уже выйти из своей депрессии. Депрессия. Посттравматические стрессовые расстройства. Да, это есть, конечно. Это не выдумка? Посттравматические. В отличие от депрессии. Ну, это есть, да. И мы знаем примеры успешного, так сказать, борьбы с этими явлениями. Потому что посттравматическое расстройство, например, испытали американские солдаты, которые воевали во время Второй мировой войны в Европе. Ну, они такие все, как бы вам помягче сказать, американские солдаты, такие тепличные, в общем. Поэтому воевать они не умеют. Впрочем, как и многие другие. И вот эти солдаты вернулись после Второй мировой войны обратно в Америку. Ну, естественно, такие нежные мальчики, которые выросли в Америке, которые, в общем-то, ничего страшнее тухлой сосиски не видели, а тут окунулись в таком безобразии. Естественно, у них как раз тогда и началось все это посттравматическое расстройство. Как вылечили посттравматические расстройства у американских солдат после Второй мировой войны? Вылечили их очень здорово. Американцы провели 56 тысяч операций лоботомии. И американское процветание 50-х, 60-х годов – это что? Это спокойные, крепкие мужики, которые хорошо трудились на заводах Детройта, в этих своих плантациях, и любили жен. А поскольку подрезка была, много было детей. Это способствует, растормаживает, так сказать. Вот вам, пожалуйста, решение посттравматического синдрома. И таких историй, их довольно много. И вот американское процветание 50-х, 60-х, отчасти начало 70-х годов, оно, в общем, построено на то, что огромное количество мужского дееспособного соселения вело себя как тихие, спокойные люди и ответственные семьянины. А после Вьетнама не получилось так? Там Джона Рэмбо просто побежали, я помню. Ну, там, во Вьетнаме, там немножко другая история была. Но там уже Вьетнам, он шел легче, потому что был большой прогресс в американской фармацевтике, фармацевтике и антидепрессанты в большом количестве, которыми кормили их и там, и которых кормили и потом. Ну вот, они сделали свое дело. Таких масштабов в психохирургии не потребовалось. В Советском Союзе диагностировали после Великой Отечественной войны? Нет, не диагностировали. Это легко лишалось, есть было нечего. И после войны, когда надо было заработать на хлеб насущных, эта проблема решалась. Это опять мы возвращаемся к отсылке на перевоспитание в Северную Корею. Еды нету, надо работать. Какой синдром, какие болезни? Вкалывать надо. Я помню еще этих всех инвалидов в раннем детстве, как говорили, треноги. Ну, там ноги же, калечные были. Но большинство из них старалось работать. И когда работали, у них не было никаких проблем. То есть нужно заставлять себя трудиться и думать. Это решает все обезьяньи проблемы. А если их нет, то возникают вот такие болезни, которые очень дорого лечить.